Друзья, всем привет! Не так давно мы снимали сюжет о том, как у человека из-под дома хотели угнать Мазду 6 И вот тогда в комментариях многие написали, что сюжет не раскрыт, мало информации, нужно больше фактов, нужно больше возможностей защитить свой автомобиль И многие тогда же написали, что есть Андрей Кондрашов Для тех, кто слышит о нем впервые, человек более 15 лет занимается защитой автомобиля от угона У него есть свой канал, на котором уже более 100 тысяч человек И, соответственно, человек известен в своих руках, у него хорошие цены, скажем так, не низкие Но, тем не менее, многие его хвалят о том, что у него нет ни одного автомобиля, который был бы угнан с его защитой И именно с ним сюжет вы увидите прямо сейчас Мы отправляемся к Андрею не с целью сделать ему рекламу Мы отправляемся с целью сделать полезный видеоролик, чтобы, посмотрев его, вы узнали, как можно защитить свой автомобиль Ролик получился объемный по информации, поэтому для вашего удобства, чтобы вам не приходилось листать, я оставляю в описании тайм-код Ну а на момент записи данного видеоролика сейчас пятница и в нашем полку прибыло Настало более 100 тысяч акционеров на канале Именно так и называю всех тех, кто подписывается на канал Огромное вам спасибо, но по этому поводу мы снимем отдельный сюжет Друзья, и мы с вами чудесным образом перемещаемся в офис Куда Ну вы, я думаю, все сами поняли по этой маленькой, но красивой вывеске Пойдемте немного поближе, мы уже пришли к Андрею в офис, с ним познакомились Я сейчас вам все покажу, расскажу и познакомлю вас с этим человеком Тук-тук, кто там? Андрей, привет, можно? Привет, заходи Да, привет, привет Друзья, знакомьтесь, Андрей Кондрашов Тот самый человек, который может защитить ваш автомобиль от любого угона Так ли это? Попробуем разобраться Давайте присядем за стол переговоров Друзья, но прежде чем мы что-то начнем рассказывать, как защитить автомобиль Давайте познакомимся, Андрюх, с удовольствием буду сообщаться на «ты» Расскажи, пожалуйста, кто ты, что ты, как ты пришел к защите, почему ты специалист, почему у тебя лаборатория Можешь кратенько рассказать свою историю, как ты пришел в системы по защите автомобиля от угонов Да, конечно, во-первых, тебе спасибо, что приехал в гости Вам спасибо, что смотрите Друзья, все по вашим рекомендациям, все для вас Да, значит, учился я на инженер-электронщика После девятого класса пошел учиться Получил диплом с отличием Потом попал в армию Там ослужил три года, уволился Ну и на определенном моменте жизни я выбирал направление, куда вообще податься То есть у меня было очень богатое знание в мешок работы с электроникой То есть как ремонтировать электронику Как разбираться в электрических схемах И, значит, на тот момент была актуальная тема Связанная с ремонтом автомобиля Или именно электроникой Электронной системы управления двигателем Вот, но без опыта работы туда никто не брал Но мне предложили в одной ферме Поработать помощником установщика сигнализации Но мне это сначала не особо нравилось Я хотел сразу работать с электроникой И ремонтом заниматься Но потом постепенно я втянулся Значит, именно в саму установку Дальше попал в одну тоже известную компанию Не будем здесь никаких названий говорить Вот, поработал там установщиком некоторое время Потом попал в следующую компанию То есть я постоянно развивался То есть шел к большей зарплате К большим знаниям И в одной компании я уже занял должность не только установщика Но еще и разработчика электрических схем То есть я разрабатывал оборудование Которое связано также с защитой от угона Ну и на определенном этапе я просто понял Что можно, в общем-то, это оборудование Разрабатывать и самостоятельно продавать Значит, вот таким образом родилась, в общем-то, лаборатория Андрея Кондрашова Начали мы работать 10 лет назад Примерно Сначала это был небольшой коллектив Я снимал маленький гаражик на 2 машинного места И вот за 10 лет мы разрослись В принципе, до одной из крупных компаний на этом рынке Car Security Мы защищаем примерно 12 автомобилей в неделю То есть каждую машину мы делаем в течение недели И со мной сейчас работает 34 человека Лаборатория Андрея Кондрашова Друзья, мы перемещаемся потихонечку в бокс Я вам скажу одно Машин здесь вот столько И тачки вообще разные Есть недорогие относительно Есть машины очень дорогие Отсюда вопрос Андрей, сориентируй вообще по цене Сколько стоит самый-самый простой способ защиты у тебя в лаборатории? Ну вот, смотри, все зависит от того, сколько рисков мы перекрываем То есть если брать комплекс полный Мы его так и называем его комплекс Кондрашова Который перекрывает вообще абсолютно все риски угона Вот То этот комплекс, он, во-первых Еще зависимость есть от условий хранения и эксплуатации автомобиля То есть вот полный комплекс, он стоит примерно от 160 тысяч рублей Это полный комплекс Да, полный Если мы берем только основные риски То есть, например, вычеркиваем риски угона эвакуатором Угона кражи ключа То этот комплекс может стоить от 60 тысяч рублей Опять же, все зависит от того, сколько рисков мы перекрываем Вот и все Полный комплексы ставят люди, либо у кого уже угоняли машины У нас очень много владельцев, у кого до этого угнали машины Они как раз получили выплаты по страховке Потеряли время, уже там нет веры в спутниковые системы Они приезжают к нам на защиту Либо, да, действительно, это автомобили бизнес-премиум-класса Которые входят в топ рисков, да, именно для данной конкретной марки Такие, как 200-ый, Land Cruiser, Lexus Вот топ-5, если прямо не отходя от темы, так сказать Кто у нас, Toyota Land Cruiser 200, Lexus? Лексус 150-ый, Lexus 450-ый, Camry Camry, да, очень частные клиенты Это редкий автомобиль Вот ты мог бы сказать так, что, смотрите, друзья, приезжают Тут такие машины, но вообще, вот имбир как специалист Вот думаешь Renault Duster То есть приезжают на защиту? Да, хотя это одна из угоняемых машин из бюджетных кроссоверов Одна из угоняемых из топов Duster Вот эти машины крайне редко к нам приезжают Renault Captur сейчас поехали И в угон, и к нам на защиту Но это очень редкие машины Их проходит, может быть, 5-10 в год Но тем не менее, эти владельцы отдают деньги для того, чтобы сохранить заработанное Кто у вас мозг? Ты все придумаешь? Или у тебя есть какие-то спецы, которые, возможно, гораздо умнее тебя с точки зрения защиты? Где найти кадры? Ведь это, на самом деле, такая узкая деятельность Здесь действительно нужны специалисты И это по объявлению таких людей не найдешь Да, значит, действительно очень сложно подбирать кадры Это одна из острейших вообще проблем Сейчас я в основном больше занимаюсь управлением, то есть компанией То есть принятием решений, развития и прочее Непосредственно производством сейчас занимается тоже отдельный человек у нас Есть руководитель производством, есть человек, который занимается техподдержкой То есть стандартная схема распределения обязанностей Есть консультанты, которые продают непосредственно продукт, связанный с защитой Людей очень действительно сложно искать и практически понятно, что сразу готового специалиста найти невозможно Особенно мастера, который устанавливает оборудование Непосредственно производит защиту от угона Поэтому я разработал очень простую схему Я нахожу людей, которые профильно занимались определенной узкой направленностью Например, монтажник радиоэлектрооборудования То есть человек, который знает электронику, в ней хорошо разбирается Но никогда не подходил к автомобилю Это вообще самые идеальные сотрудники То есть они знают, как работает электроника Их надо только научить теперь арматурным работам и подключению внутри автомобиля То есть они понимают, как это все работает и просто применяют на практике Сложнее с механиками, да, казалось бы Как найти механика, которая может там устанавливать замки и прочее Тут тоже проблема решилась То есть я нахожу ребят, которые имеют профессию слесаря механо-сборочных работ То есть они где-то работали на заводе, там сваркой занимались, токарными, там какими-то вытачиваемыми деталями, обработкой металла И опять же их знание и практику, применяя к автомобилям, очень легко получить вообще идеальный результат То есть в лаборатории мы четко разделяем работы на электриков и механиков Обычно во всех установочных центрах, во всех, это я вот точно говорю Универсальные мастера, то есть которые занимаются сразу установкой замков, парктроников Они же и шумоизоляцию лепят там И они же там устанавливают сигналку То есть универсальные мастера Вот здесь я четко разделил по направлениям Потому что таким образом можно добиться максимального качества работы Когда мастер четко специализирован на конкретном участке Вот и все Давай просто смоделировать ситуацию То, что сюда ты поставил самую топкую, самую лучшую защиту, которая только у вас есть Пусть она стоит там, ну, определенную сумму денег Оставил человек автомобиль Приезжаю я в очках такой, Бэтмен, со мной пару ребят Мы берем ее просто, цепляем тросом, затаскиваем ее в какой-нибудь газик Отвозим ее в гаражик У нас глушилочка стоит Там ее ставим в гаражик и начинаем ее просто дербанить Смотри, чтобы тросом ее зацепить, нужно тебе, во-первых, как минимум там разблокировать руль, чтобы ей маневрировать Ну, ты в данном случае не сможешь даже в салон попасть Эвакуатор Эвакуатор, сейчас я тебе, если хочешь, отдельно расскажу Это отдельная тема, угон эвакуатором У меня есть статья на сайте, давай ее сразу затронем, почему бы и нет Давай, конечно Значит, во-первых, угоняют эвакуатором сейчас не то, что крайне редко Раньше это было где-то, вот по Москве у меня статистика была То есть машины, которые эвакуировали и потом не смогли найти, понятно, да? То есть мы считаем это угон эвакуатором То есть свидетели видели, что машину грузили Ее нигде на штрафстоянках нету Вот таких случаев где-то лет 5-6 назад было 20 по Москве в среднем Сейчас это пошло на единицы вообще Значит, есть тому очень большая причина Во-первых, чтобы машину погрузить эвакуатором полной погрузки Нужен, во-первых, сам эвакуатор То есть здесь подставляется под риски техника Эвакуатор минимум 2 миллиона сейчас стоит Потом один ты машину не погрузишь, да? Нужно как минимум двое Вот если в этой схеме во всей задержать людей Они уже идут не как один человек, а как организованная группа Вот эти все вещи отягчают статью Он уже сядет не на 3 года, а на 7-8 Грузить нашу машину, ну машину 15 минут в среднем грузить То есть это не останется незамеченным точно То есть свидетели будут видеть, что кто-то что-то грузил, да? Эту машину То есть очень высокие риски А вот смотри, я организатор Мне вообще не важно, как машину ты угнал Вот я, допустим, говорю Не важно, ну экватор ее привезешь Либо своим ходом Я тебе плачу всегда одни и те же деньги за этот угон Да Понимаешь? И теперь твои какие мысли Нафига мне такие риски, да? То есть ты подставляешь технику Потом ты подставляешь себя и своего там подельника, да? Который с тобой будет работать Для чего вот эти все риски Если можно пойти взять незащищенную машину То есть такую же из соседнего двора Можно Вот вся идея Можно, но с другой стороны, знаешь, я тебе скажу со стороны Вот если бы я был угонщик, как бы я размышлял? Первое, Москва, это не вся Россия, правильно? Конечно В Москве полно камер И на самом деле лезть куда-то угонять в Москве Блин, дело неблагородное Камера не совсем проблема, да Но тем не менее, дело неблагородное Когда есть какие-нибудь областные городочки Можно уехать туда и аккуратненько машинку дернуть раз Да, есть такие случаи Есть, я на практике даже знаю такие случаи То есть когда машину полностью грузили и угоняли И в регионы А во-вторых, вопрос такой Было бы, знаете, даже вообще на самом деле интересно Если бы у угонщиков был бы кодекс чести какой-то Допустим, хочу я угнать машину Я знаю, что у человека есть каска То есть что я делаю? Я угоняю машину, забираю, мы ее продадим Но мы знаем, что без штанов он не останется Денежку ему вернут, например А если машина просто совсем гола Знаешь, без какой-то защиты угнать Вот это было бы не грозило Здесь правил, конечно, никаких нету Как говорится, что берут то, что плохо лежит Это вот основная фраза Поэтому угонщик, столкнувшись с защитой Видя, что это все очень тяжело Они просто берут соседнюю машину Я езжу на автомобиле Каждый день им пользуюсь Но с точки зрения защиты я знаю, что есть простая сигнализация Кнопочку нажал, машина закрылась Есть спутниковая сигнализация Есть, скажем так, авторская система защиты Как понять и вообще кто придумывает Вот это хорошее, вот это мощное Вот это сложное Вот посмотри, угонщики это вирус Это вирус Ты, получается, у нас антивирус И как получается Кто придумывает эту степень защиты Откуда это берется Вот простыми словами Можно как-то это объяснить? Да, конечно, можно На самом деле сама сигнализация Она от угона никогда не защищала Не защищает Почему? Потому что сама идея сигнализации Лежит в том, что ты будешь оповещен О попытке угона Если радиоканал не заглушили Ты получаешь тревогу, что машину вскрыли Вот какие твои действия Вот, блин, у тебя сработала сигналка У тебя брелок пищит, что машина открыта Вот что делать? Ну, естественно, первым образом Что мы делаем? Как бы есть техника безопасности Правильно, ни в коем случае не выбегайте Дадут по шее Машину ключи заберут Примерно две минуты Там отключается сигнализация И восстанавливается блокировка То есть идея сигнализации в том, что Просигнализировать автовладельцу Рассчитывая, что он предотвратит угон Спутниковая система Все то же самое Только рассчитано, что Оповещен был оператор И оператор успеет Прибыть на место попытки угона И предотвратить его Понимаешь, да? То есть в данном случае И сигнализация, и спутниковая система Они рассчитывают на помощь извне То есть просят Либо владельца прибежать В случае сигнализации Либо приедет какой-то отряд Который якобы должен предотвратить угон А вот в комплексной защите Как раз и в авторской В том числе, которую мы устанавливаем Идеология такая Что автомобиль защищается от угона Самостоятельно Без риска для жизни и здоровья Автовладельца И не требует помощи вообще никого То есть нет никакой абонентской платы То есть машина защищается от угона сама Все, ты где ее оставил Там она и будет стоять После попытки угона Но ты пришел, она на месте То есть вот основная идея Андрей, вот смотри Давай смоделируем с тобой ситуацию На сегодняшний день Хороший седан Д-класса Стоит в среднем 2 миллиона рублей уже Соответственно Покупая такой автомобиль Вот ты можешь смоделировать И вообще рассказать Как происходит защита То есть Ну приехал я к тебе Откуда я знаю Какая мне защита нужна Такая, сякая Простая, дорогая Расскажи, как это происходит Ну комплекс у нас подбирается Обязательно с условиями Особенностями Да, эксплуатации Хранения автомобиля Но вообще вся защита от угона Чтобы понимать Да, весь процесс Даже меньше зависит От самого оборудования Да, сколько от качества Самой установки И вот на этом этапе Здесь важно построить Сам процесс производства Потому что Очень многое зависит От тех людей Которые выполняют монтаж Потому что Если оборудование хорошее И оно будет установлено Неправильно Да, то защиты никакой не будет То есть Ну первое Что мы обеспечиваем Во-первых Если взять Стандартные технические центры Которые работают Да, с автомобилем И у них Даже вот взять График работы мастеров Да, в основном Там три через три Два через два То есть Там где ставят сигналки Да, графики У нас например Пятидневная Да, неделя То есть Мастера работают С утра И до вечера У нас рабочий день Заканчивается В семь часов вечера И я вот считаю Что мастер должен Например Ужинать с семьей Да То есть Если ты приходишь Ночью домой У тебя там спят дети Ты никого не видишь Упал там Кое-как выспался На следующий день На работу Это просто Даже вот отношение К процессу построения Производства То есть Тяпляп Быстрее Да, если мастер Хорошо отдыхает Потом выходные Он дома У него все в порядке В семье Он высыпается Отдыхает Хорошая зарплата Да Он обеспечивает Максимальное качество Ну и во-вторых Нужно Обязательно Чтобы мастер понимал Что он делает Потому что Если сейчас Я уверен Можешь проверить Прийти в любой Центр установки Сигнализации И спросить Подойти к мастеру И спросить Что ты делаешь Да, вот Что ты делаешь Прямо Он скажет Я ставлю там сигнал Здесь мастер должен понимать Что он там Защищает машину от угона Да, то есть Не просто там Крутит провода Там замки какие-то ставят То есть Это основное Ну вот можно У мастера спросить Хочешь Пойдем прямо Ну Спроси Сейчас Да, пойдем Ну хочешь Веди, веди Мы с тобой Уходим За тобой Саша Что-то там Крутит Сань Чем ты занимаешься За счет от угона А Саня сидел близко У меня есть подозрение То, что Саша все слышал Давай к другому подойдем Хорошо Обратите внимание Да, тоже машинки Поршик стоит Один, второй То есть Машинки все равно Не дешевые Даже спросим у мастера Витек Ты чем занимаешься Пельмени варю Вот Интересный вопрос Витек Чем ты вообще Занимаешься Здесь В общем Защищаю машину От угона Школа Андрея Кондрашова Да, он понимает Что делать Просто он Обедать хочет Когда мы Снимали видеоролик Про угон Мазды Друзья Вы в курсе Оттуда-то и пошла Идея Приехать к Андрею Я прокинул Такую фразу Говорю Друзья Зачем вообще Какая-то сигнализация Каска Угон Татал И все Вы отдали 30-35 тысяч Если ваша машина Уехала Многие говорят Три месяца Закрытие уголовного дела Но Через три месяца Ты получишь Свои деньги Если твой автомобиль С твоей защитой Угонят И я приду к тебе Скажу Андрей Блин Отдал столько денег А машина уехала Может быть такое Или у тебя Вообще ни разу не было Чтобы твои машины Уезжали По цифрам Сначала Статистику Мы защитили На сегодняшний день Более 5000 автомобилей Уже Специализируемся В основном На автомобилях Бизнес и премиум класс Потому что Авторская защита Не совсем доступна Для автомобилей Из бюджетного сегмента На сегодняшний день У нас 63 попытки угона Мы отслеживаем Каждую машину Мы стараемся По возможности Выехать на попытку угона Я сам лично выезжаю Смотрим Как действуют преступники Именно угнанных автомобилей Защищенных полным комплексом У нас на сегодняшний день нет В общем-то У нас и сложилась Эта финансовая ответственность То есть мы клиенту Говорим Что помимо Бессрочной гарантии На комплекс Пожизненные На работу На отказ На сбой Мы еще и финансово Гарантируем Что машину Если угонят Мы владельцу Даем сертификат Полмиллиона Я тебе потом покажу Как он выглядит То есть если вдруг Твою Мазду угнали С нашей защитой Я тебе обязан Буду полмиллиона вернуть Слушай А если Мазда моя Стоит миллион сто На вторичке А ты не вернешь полмиллиона Ну в данном случае да Мы не можем здесь Противостоять И сделать как каска Да То есть понятно Что полную Точнее не полную Как раз каска Возвращает стоимость машины Но не полную С учетом амортизации Есть такой подход Да Что вот Можно каждый год Покупать каску На машину Пожалуйста Это тоже такой подход Он живой И многие люди Это делают Да Автовладельцы Но Возникает какая сложность Во-первых После угона Машина во-первых теряет В стоимости И страховая Плачет не всю заявленную сумму Если ты заявил Страховой Что машина стоит миллион То при первом годе Эксплуатации Уже амортизация будет 15% минимум То есть если у тебя Через полгода И угнали Ты уже 150 тысяч Не получишь от страховой Понятно да То есть просто можно сесть И посчитать расходы Амортизация Потом стоимость Самой каска Потому что ты вынужден Ее покупать Это твои личные потери Потери времени Денег надо брать Там каршеринговую машину Или на такси ездить Потом сбор всяких справок Всего остального Машина уезжает Многие кстати не считают Это А это надо тоже считать Потому что например Ты купил машину летом Надо купить на нее резину Зимнюю Она уехала с зимней резиной Ну Тебе может будет греть Там Четыре баллона На балконе С летней резиной Останутся тебе Хорошо Но тем не менее Твои расходы Которые ты понес После угона То есть помимо амортизации Еще стоимость каска Резина Сигналку там Кому поставил Дешевую За 15 тысяч рублей То есть эти все Надо расходы сразу Сложить и посмотреть Ну в общем Средние потери Это где-то 20% Стоимости автомобиля Мы вот подсчитывали И чем дороже машина Тем эти потери больше Ну вот Но если человек готов Терять эти деньги Пожалуйста Тоже вариант А вопрос Ты говоришь 500 тысяч сертификата А если машина Более дорогая У нас он Единый 500 тысяч Почему Потому что Мы как раз Стараемся Если машина Застрахована Покрыть Вот эти вот Расходы Автовладельца Которые Идут на амортизацию На сам комплекс То есть по сути Мы во-первых Возвращаем стоимость Нашего комплекса И остальная часть Это как раз Закрыть амортизацию По страховке Мы просто в среднем Вычислили эту сумму И предлагаем Андрей Я прекрасно понимаю Что машины у тебя есть дорогие Ну клиенты у тебя есть богатые Но с другой стороны Вот на сегодняшний день На самом деле Такая зоопа Начинается С точки зрения Кризиса финансового Ты можешь дать свои советы Какой самый дешевый И самый простой способ Защитить автомобиль Куда его поставить Нужно во дворе Может под фонарь Прижать к стене Чтобы его было тяжелее угонять Капотом упереться Дай свои дельные советы Ты практически сейчас Рассказал все советы Значит да Первое Это ставить автомобиль В хорошо освещенном месте Ну это скажем Чуть-чуть снизит Риски Потом если прям Вот вообще машина Полностью Ничем не защищена Есть такой способ Парковаться водительской дверью К стене То есть надо просто Просто перелазить На пассажирской В данном случае Понятно что Злоумышленнику нужно По большей части Действовать со стороны водительской Да стороны Со стороны водительской двери Работать с диагностическим разъемом Прописывать ключ И все остальное Опять же Система там Допустим Попадание в салон Личинку сворачивать Просто если Машина стоит К стене очень близко Просто очень тяжело Все это будет делать Хотя тоже возможно Кто-то говорит Сделай аэрографию На автомобиль Ну Аэрография Ну мне известно Три случая угона Автомобили с аэрографией Один из них Вот можно погулить Это угон Автомобили с аэрографией Баба-яги Например угнали Ягуар Просто вот Очень красивая машина была Вот вопрос Как ты думаешь Для чего ее угнали Кому она нужна Скорее всего Мне кажется На запчасти На запчасти Или донора Бывает такое Что машина попадает Например в аварию Лобовое столкновение И требуется замена Очень большого количества Элементов Капот Стекло Подушки Торпеда Отстрелили подушки Крылья Фары Бампер Усилители Все по двигателю Да Вот запчасти Стоят очень дорого На эту машину Просто угоняется донор С которого все это Снимается И ставится Если я заморочусь Тюнингом Диски На честном Ставить другие Наклейками Оклеивать автомобиль Солом Перешью В рыжий цвет Снижает Снижает чуть-чуть Да Снижает риски Потому что Как правило Угоняют Типовые машины Без каких-либо Внешних изменений Потому что Ее очень легко Реализовать на рынке Она ничем не отличается Мало того Такое объявление Ну если например Машина была На каких-нибудь Красивых дисках С аэрографией С измененными Какими-то там Элементами Внешними Экстерьером Такую машину Просто тяжело Ну приводить В обычный Товарный вид Вот поэтому С ними стараются Как бы не заморачиваться Хотя тоже Есть единичные случаи Угон от тюнинговых машин Там напичканных Тоже мне известно Мне всегда было интересно Может быть ты развеешь Эти мысли Смотри Вот допустим Если угонщик Собрался угонять автомобиль Он как-то пробивает их базу Вот сейчас Различные способы есть Там через госномер Можно узнать Что за машина Открытые порталы Разные есть То есть можно понять Там Учасла она в ДТП Не участвовал Пробег какой-то То есть Практически уже больше 150 тысяч километров Есть ли смысл мне бояться Или уже например Есть какие-то определенные пробеги То есть Более которых уже Как бы знаешь Типа фу Я понял Здесь смотри Здесь основное Надо понимать Что машины с 3 до 5 лет Это основная группа Это примерно Больше половины Попыт Ну то есть Больше половины Именно угонов Да самих Это автомобили От 3 до 5 лет Потому что они очень легко Продаются на вторичном рынке Например Трехлетние Camry Это вообще сладкий кусочек Как бы Не угоняют Как раз машины Очень молодые Хотя есть случаи угонов Потому что Машина с маленьким пробегом Всегда вызывает вопрос Ну согласись Либо у нее что-то Какая-то Проблемная То есть В плане Там отказа Агрегатов каких-то Либо у нее Какая-то криминальная история И такие машины продают срочно В связи с Деньги на ремонт Нужны В связи с переездом За границу Вот это интересно Потому что То есть машина Которая очень маленький пробег Она всегда что-то с ней не то То есть Либо проблема техническая Либо Это криминальная машина И ее пытаются просто продать Быстро Поэтому Основные риски угонов С 3 до 5 лет Такие машины Легко продаются А машины Старше 6 лет Как правило Лут на разборку Как доноры Не сталкивался ли ты С такой ситуацией Когда пришел угонщик Сломал там дверь Сломал Разбил стекло Залез в машину Пытался ее завести Все разорвало Не получилось Он психанул Закурил сигареточку Положил окурочек Чтобы машина сгорела Для чего? Ну чтобы заместить следы Бывает же такое Или не бывает? Да, такое возможно Но как показывает практика Злоумышленники Которые производят попытку угона У них нет времени На вот эти все эмоции И вообще это очень хорошо подготовленные люди Психологически готовы к этому И у них нету такого Что вот мы не смогли угнать Давай ее там сожжем Подожжем Разрежем Хотя мне известны случаи Попыток угонов Не в нашей компании А у наших коллег На рынке Там когда Ну просто преступник Ножем порезал Допустим сиденье Но это я считаю Просто это эмоции Они показывают Несостоятельность этого человека Как Обиделся Как преступника Это больше какие-то Как пионеры что ли Которые непонятны Может быть даже И не попытка угона была А задача там Наказать владельца За какие-то поступки Андрей В нескольких роликах Ты показывал Что например Ты с последнего Даже с лонг крузером 200 Что человек Ну условно рассказываю Заехал на сервис Оставил машину И там негодяи Взяли Скопировали его Ключ После чего Пытались угнать Может ли быть такое Или вообще Как ты следишь За своими кадрами Вот допустим Я злодей Все я в маске Я знаю то Что у тебя Дорогие тачки Обслуживаются Я знаю Что у тебя есть Хорошие машины Я пришел К какому-то Твому сотруднику Так сказать Завербовал его И предложил ему следующее Может быть Вы поняли да Друзья Что предложил ему Рассказывать Как устроена их защита Они не показывают Никогда Никто из нас Этого не знает Люди вот там Сейчас работают Они об этом знают Конечно Как ты это отслеживаешь Это же на самом деле Большая проблема И если не дай бог Кто-то из твоих Расскажет Это конечно Этот риск Абсолютно не исключен Ни тем Значит первый шаг Как мы этому Не то что препятствуем А исключение Во-первых Все мастера Которые здесь работают Да Ну понятно Что есть там Проверка Там и прочее Мы проверяем Там через базы Данных Понятно Что когда принимаем На работу сотрудника Основной показатель Вообще Ну то есть Именно психологического Состояния сотрудника Это наличие у него Во-первых Семьи Да То есть у нас Все практические сотрудники Они люди семейные У них есть дети Мы дружим Коллективом В том числе и семьями Стараемся Да Это первый фактор Второй значит Фактор Который Предвращает Все это Подготовку Непосредственно Это то что При сдаче Комплекса Автовладельцу Да Меняются все ключевые пароли Это самое главное Что автовладелец Сам их устанавливает И даже я лично Знаю как работает комплекс Алгоритм комплекса Не зная этих паролей Вскрыть машину Без повреждений Да Не могу Да И опять же Основная тут задача У нас Создание защиты от угона Да Сделать угон Экономически нецелесообразным Понятно что Угнать можно абсолютно Любую машину Просто Весь вопрос во времени В квалификации преступника И все То есть И в товарном виде Машины после попытки угона Одно дело Стоит машина Со штатной сигнализацией Которую поставил Завод-производитель Да А другое дело Ну вот хоть что-нибудь Поставить Например тот же самый Блокиратор на руль Какой-то купить Сигнализацию за 15 тысяч Как ты считаешь Вот с точки зрения Вот от кого Это может спасти Или это Как бы условно Вы сделаете Да Вроде бы Есть защита Там на душе Знаешь Попроще стало Друзья Зная то что Моему автомобилю Уже более 5 лет У меня как раз Стоит такая Механическая защита На руле И совсем недавно Я зашел на твой канал И нашел то самое видео Где ты его спилил За 5 минут Да Я думаю Вот У меня такой же Сижу такой вот Кушаю У меня такой же И смотрю Опа 5 минут И мы как раз С этим тестом Пытались показать Что Очень много Просто было заявлений Что замок там Вскрывается полчаса Там есть Какие-то тесты Там МВД делал Что его там Полчаса вскрывать В общем Мы просто взяли Показали И это все в реальном времени Правильно Было не нарезано Ну как бы там было Нарезано В плане того Что мы Предварительно Это все вживую Спиливается Сабельной пилой Обычной Причем Производитель Кстати отреагировал На что Огромное спасибо Компания Флем Они сделали Специальный Защитный панцирь Для этого замка Который тоже Продается отдельно Но тем не менее Замки Если преступник Не готов к ним Они работают Причем Довольно успешно То есть Если он не готов И для него Это стало Неожиданностью Они могут Машину бросить Таких случаев Очень много Андрей Впереди Как говорится Черная пятница Сейчас повсюду Гуляет реклама То что Вот Алиэкспресс Китайцы И вот Многие что говорят У китайцев Есть различного рода Жучки Всякие там Пилинги И так далее Ну в общем То что можно Спрятать Машину В виде мишки И при этом Ты можешь С своего мобильного Приложения Отслеживать Вот это С одной стороны Как вот Угонщик Слушай Слушай все что на Алиэкспрессе Это полная шляпа Они предназначены Во первых Для бытовой эксплуатации В плюсовых температурах И все это В наших морозах Замерзает Мы просто Ну я делал Условно Такую проверку То есть мишка отвалится Да Эта мишка просто перестанет работать С сим-картой внутри Да Поэтому для того Чтобы слизировать Местоположение автомобиля Лучше использовать Уже серийные изделия Которые разработаны В России И под наши Слые эксплуатации То есть это Гораздо Правильнее И надежнее То есть есть маяки У известных компаний Таких как там Старлайн Пандора Там компания Автофон Сделают замечательные маяки Которые прекрасно работают В наших условиях И точно показывают Где машина У него попытались угнать У него начинается Такие знаешь Подозрения То что все За машиной следят За машиной ездят Он оставил ее в каком-то гараже Говорит Ребята заметили Что ночью Ауди черная приезжала Может ли быть такое Что к автомобилю Можно прикрепить маяк И при этом Отслеживать это А вопрос следующий А можно ли как-то узнать Есть на автомобиле Этот маяк То есть существует Какой-то прибор Что приехал Там походил Округой Опа Здесь опачки Такая таблетка Да Обычно Если машину Готовят к угону Конечно На ней ставят маяк Мало того Сейчас мы Маяк То есть На магнитах Вообще Маяки запрещено Продавать Изначально Потому что Это уже становится Специальным Техническим средством Да Вот Если из него Убрать магниты И засунуть его В салон Он уже нормально Как маяк Может быть Установлен Значит Обнаружить самостоятельно Невозможно Вот Ну просто Желательно Визуально Посмотреть По днищам Да Если маяк Вот Но опять же Большой Он же может Такую Коробочка Маленькая Коробочка Да И опять же Если Обычно Как готовят машину К угону И если ее готовили В сервисе То маяк положат В салон И его невозможно Найти будет А если машину Пометили снаружи Да То есть И просто На магнитах Прикрепить маяк Ну и в дальнейшем Эту машину Просто точно Найдут где она Современный маяк На батареях Если будет давать Три точки в сутки Он может Довольно долго Жить Больше месяца Сходил в тюрьму Вышел Чистая совесть Чистая душа Допустим Допустим Хороший Профессиональный Угонщик Отсидел свой срок Все Понес наказание И он тебе придется Скажет Андрей Хочу стать честным Человеком Хочу работать Все знаю Вот такой человек Для тебя Был бы интересным Сотрудником Который знает Как скрывать машину Умеет этим пользоваться Он бы тебе сказал Мы знаем все Тонкости Нюансы Вот машина твоя Выехала Она у тебя защищена Зовем угонщика Говорим Саня Действуй Включаем секундомер И Саня начинает действовать И каково было бы Твое удивление Если бы вдруг Такой угонщик Вскрыл бы твою защиту За 15 минут За 15 минут Ну вряд ли Ну к примеру Пусть за час За полдня рабочего У него есть инструменты И он полтора Два часа Нужно подготовиться Даже вот за два часа Надо посмотреть Что с ней будет Если это просто Ну скажем Если это просто Ну шоу на вскрытие И за два часа Он ее вскрыл И восстановил И завел Мы посмотрим На эту машину Потом То есть надо понимать Что угонщик Во всей цепочке Он не получает Деньги за эту машину В полном объеме Как организатор То есть есть четкая Структура угона Бригада То есть есть люди Которые угоняют автомобили Туда не входит Один человек Ну это понятно Да Человек который ищет машину Ее вскрывает Заводит Есть перегонщик То есть отдельный человек Который потом будет перегонять Да То есть есть люди Которые стоят там На шухере условно Да Чтобы владелец вдруг Обнаружит попытку угона Вот эта бригада Она получает примерно 5-10% стоимости Автомобиля рыночного Значит Их задача Доставить автомобиль И передать заказчику И заказчик Соответственно Автомобилю Он просто Ну если я был заказчиком И увидел бы Машину угнанную Нашу после Всех этих действий Да То есть бригада Просто не получит В своем объеме деньги То есть единственный способ Сделать угон Невозможным Это сделать его Экономически нецелесообразным Это вот Самая первая причина То есть почему машину Не будут угонять Вот Ну и соответственно Высококвалифицированном Там требующие инструмента Знания и прочее Это уже второе И причем время Абсолютно никак не влияет На угон Там кто-то говорит Наш комплекс Держится 15 минут Машину бросит С чего ее бросит Если угон идет Если значит Да И средства начинают Нормально сниматься И снимаются без повреждений То почему его останавливают Прошло 15 минут Хозяин не заметил Попытку угона Все тихо Спокойно Никих препятствий Для останова угона Нет Угонщик будет работать дальше У нас есть Часовая попытка угона Причем в гараже Она была там Вообще Тишина и спокойствие Никто тебя не видит Можно что хочешь делать Вот Тем не менее Просто угонщик В определенный момент Понимает Что Да Эту машину можно угнать Но блин Она будет в таком состоянии Что она никому не нужна Точнее Она будет требовать Времени и денег На восстановление Если она только Не угоняется На запчасти У тебя есть Какая-то такая Средняя статистика Допустим Если у десятерых Или у ста человек Угонят машину Какой вообще Процент вероятности Что машину смогут найти Или же это Вообще Значит Если процент Ну то есть Про раскрываемость Официальная статистика МВД Ноль Неправда Шесть Шесть процентов Да То есть Из ста Угнанных машин В том числе Ранее угнанных Да Находится шесть В принципе Неплохая статистика То есть Довольно То есть Шесть процентов Это Да Это возврат Сегодня Учитывая Ранее угнанные Машины Угнанных машин Так что Понимать В России Где-то там Ну около Семидесяти тысяч В год Угоняются Каждый год Ну это статистика Опять же Тоже плавает Там Лучше работают Правоохранительные органы То есть Это тоже заметно Тем не менее Но они работают А сейчас что-то делают Конечно Работают Вот Просто Один вариант Там Тебе вернули машину Это тоже Еще не решение Проблема Потому что Как правило Когда те машины Возвращают Огромное количество Легализовать Вернуть Сделать все изменения В ПТС Потому что Они как правило Перебиты У нее новый владелец Который купил Там у него претензии Ну Это все долго Это прям Друзья Нужно потихонечку Подводить итоги Андрей Ну скажи все-таки Объективно Кому бы подошла Каска И все-таки Кому нужно делать Более полноценный Комплекс защиты Как вот Чем ты собственно Занимаешься Ну в общем Это очевидно Автомобили Которые находятся В минимальной группе риска Такие как Вольво Всякие мини куперы То есть машины Которые практически Не угоняют Для них будет Достаточно каска То есть Вероятность попасть В риск В риск Вообще минимальный А соответственно Автомобили Которые возглавляют Рейтинги угонов Особенно топ десятки И обязательно Нужно посмотреть Еще по сегментам Не то что Самые угоняемые Хюндай Соляриса У меня там Рено Там даст Значит мне не надо Угонять Из паркетников Например Дастер возглавляет Рейтинг То есть Чем рисковее машина Тем больше Нужно озадачиваться защитой Правильно Ты владеешь автомобилем Конечно На чем ездишь На сегодняшний день Сейчас я езжу На Глейсе Свеженький Да Я очень долго выбирал Я до этого ездил Все время на Лексусах И в общем Был японцем Ушел на немцев Да Вот так получилось Случайно Расскажи Какая защита у тебя стоит Хорошая Средняя Или у тебя там вообще Стоит целая Все что только можно Слушай У меня там сейчас стоит Основа Он так называется Комплекс Кондрашова Но моя машина Это Испытательный стенд Постоянно что-то там Испытывается Даже бывают случаи Когда я сам звоню В свою службу Техподдержки Проверяешь Да Чтобы узнать Что там очередное У меня там испытывается Андрей У тебя хороший сервис У тебя есть сотрудники У тебя Слава богу Есть работа Зачем пришел на YouTube Зачем начал ролики снимать Что подвигло на это На YouTube Пришел Совершенно случайно Я сначала делал видео Ну там условно Брал маленький фотоаппарат Монтировал какое-то видео По какой-то защите Потом я решил снять Некую Такую небольшую серию Роликов про защиту То есть как выбрать Сигнализацию На что смотреть Какие блокировки бывают В очень ужасном качестве На какую-то веб-камеру Я даже снимал там Вот я снял несколько роликов И ко мне пришло Несколько клиентов Которые сказали Вы знаете Мы смотрели вот ролики Я говорю Да интересно как Значит Ну то есть как бы YouTube явился Источником захода клиентов И потом я думаю Надо как-то продолжить Эту тему По случайным обстоятельствам Мы столкнулись С блогером Леной Лисовской Да Как-то я ее пригласил К себе в гости Она приехала Мы пообщались Там вышло несколько серий У нее на канале У меня Вот И потом как-то меня затянуло В эту всю тему Также Стали уже снимать Потом более профессионально Ну и в общем Как-то вот Все пошло 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 Андрей в завершении Ты отработал день Ты снял ролики Всем все ясно Я думаю Вы картину общую поняли Наступают выходные Наступает отпуск Как ты проведешь время У тебя есть семья Есть дети Есть жена Как ты провожешь Собор Ну вот я прохожу Ну то есть Стараюсь проводить время Либо с семьей Ну это основные выходные Да А отпуски я Ну так же опять же Частично я провожу с семьей Частично я либо хожу Вот в походы В основном я люблю Такие горные походы Длительные Там полторы Там неделя И Либо занимаюсь У меня есть увлечение Так же парусный спорт То есть активный отдых Поваляться на солнышке На диване Это не про тебя Друзья Я думаю Мы задали максимум вопросов Андрею Было приятно с тобой пообщаться Много нового На самом деле узнал Надеюсь и вам Что-то было полезно Огромное тебе спасибо За эту встречу Очень приятно Что ты так оперативно Быстро отозвался Если у вас остались Какие-то вопросы Ссылку на канал Андрея Мы с удовольствием Оставляем в описании Переходите Смотрите Потому что человек Действительно делает Полезные видеоролики Ну что Вот таким получилось Это интервью Я надеюсь Для вас это видео Было интересным И хотя бы чуть-чуть полезным Обязательно подписывайтесь На наш инстаграм канал Там всегда выходят Только свежие новости Обязательно подписывайтесь На сам канал Пишите ваше мнение В комментариях Ставьте лайки Ставьте дизлайки До новых встреч Всем пока-пока